Здравствуйте! Добрый вечер! Добро пожаловать в Яндекс.Покси! Помните о безопасности. Не забудьте, что поездка по Яндекс.Навигатору займет 8 минут. Тут вроде перед приездом уважаемого, для кого как-то. Но грейдерам тут попрошли сижу. Пусть немножко медленнее, но короче. Вопросов нет, конечно. Он может так и рисует, да. Эти все агрегаторы сейчас, все эти службы, ну допустим, рисуют, по-ху, через *** дорогу чик. Ну и начинают везти дедушку, бабушку. Они говорят, что ж ты нас тут внучек везешь. Я говорю, блин, так вы заплатили за это. Вам посчитана дорога кратчайшим путем. А мы не хочем так. Я говорю, ну по асфальту дороже будет. Не, не, ты нас иди по асфальту, но без всяких дороже. Звоню менеджеру, говорю, а в чем проблема? Ну почему так получается? Ты должен убедить клиента, ну это твои проблемы. Да. И все это все. В конечном итоге все эти службы ведут, ну допустим, Яндекс, Убер, это компании, которые нарабатывают себе клиентскую базу для того, чтобы через пять лет запустить беспилотные такси. Да. Все, они уже тестируются. Да. Да, уже, ну как бы, они и по Минску ездят. Но на сегодняшний день это не тупо машина без никого. Там сидит оператор. Да. Он ни хера не делает. Там ему руль дали, ну чтоб... Ну на всякий случай. Наливало направо. Ну он, он, он ставит отметки, там допустим, проехал она километр, он галочку, дынь, удачно там. Ну вот, проехал еще с таким галочку, дынь, ошибки все эти. Ну то есть там сидят специалисты, которые как бы калибруют это все. Вообще классифицируют пять уровней автопилота. Где нулевой, это автомобиль совсем тупой, ничего не умеет. Первый круиз-контроль. Второй, например, адаптивный круиз-контроль и может быть удержание полосы и вот это все. Третий, это где, например, Tesla может ехать по автобану. Четвертый, более навороченный, где уже может человек не участвовать в этом процессе. Ну и пятый, полностью автономный. Сел, кнопку нажал, поехал. Все закручено таким образом, что машина крайне деликатно себя ведет. То есть она сомневается, она лучше постоит. А она сигналить не умеет? Она умеет, но не умеет сигналить пешеходом. Ага. Имеется ввиду тем, которые тупят. Но, ну у нас же начинают все смеяться. Га-га-га, украдут, воруют там, ну. Ну так, понятно. У нас алкаши все, ну. А я думал, что алкаши по алкашам будет вообще четко. По таким, знаете, которые дебоширы. Двери блокируются и сразу в ГОВД. Привез на адрес. Да? Что? Ну, я вез в килогрейках. Вез в килогрейках. Здесь сели такие, ну видно, лет по 15 сидели. Потому что, ну, у них нету такой... Такой опасный отсидки. Да, у них нету такого, они реально времени, они как бы не... Не понимают они, что сейчас уже все стало иначе. И такие, слышишь, в натуре. Я говорю, ребята, вот. Ну, в милицию. Две секунды. Ну, а мы несемся по улице. Я руль отпускаю. Говорю, машина сейчас едет сама в ГОВД. Я могу отменить один раз. Они попристегивались, сидят ровно. Спасибо за поездку. Для украшения качества обслуживания, поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Обязательно пользуйтесь Яндексом. Яндексом. Яндексом.